Мерно заскрепела дряблая обшивка, якорь под бушпритом кланялся волне. Ветер же успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены. Четыре слепых еврея в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки. Усевшись на скамейке верхней палубы, они порывисто ударили в смычки. Так началось море. Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет, и завести приятное знакомство почти не с кем. Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские знания. Но эта надежда не оправдалась. Прежде всего девочки ехали в первом классе и сразу же дали понять, заговорив с гувернанкой по-французски, что мальчик из второго класса — это не их поле ягода. Затем одну из них сейчас же, как вышли в море, укачала, и она, Петя видела это внезапертую дверь, лежала на бархатном диване, в недоступно роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно. Гленер Вана из книги «Дети капитана Гранта». Твердила «Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!» Слюни кипели на ее злых губах, она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу. «Папа, мне хочется пить!» На что лорд Гленер Ван еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голос. «Хочется, перехочется, перетерпится!» Это был страшный поединок двух упрямцев, начавшихся еще чуть ли не в Акермане. Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать. Тогда Петя нашел очень интересное занятие. Он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир, туда и Петя. Это было очень интересно, тем более, что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения. Может быть, другие пассажиры ничего не заметили. Но Петя бросилась в глаза одна вещь, сильно его поразившая. Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешил ему ходить куда угодно и даже в каюту первого класса. Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошел к странному пассажиру со своей проволочной кассой. «Ваш билет!» — сказал старший помощник. Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал «Пожалуйста». После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду. В каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм. Кто же он был? Помещик? Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель? Вряд ли. Хотя у него и была под пиджаком чесачевая рубашка с отложным воротником, и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх черные, как вакса, усы и выскобленный подбородок. И уже совсем не подходило никакой категории пассажиров небывалой величины дымчатая пенсне на мясистом вульгарном носу с ноздрями набитыми волосами. И потом эти брюки в мелкую полоску, и скороходовские сандалии надетые на толстые белые какие-то казенные карпетки. Нет, тут положительно было что-то неладное. Засунув руки в карманы, что, надо сказать, было ему строжайше запрещено, Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу. Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения рядом с кухней. Из кухни разило горьким чадом кухмистерской, а из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла. Затем странный человек, не торопясь, обошел нижние палубы. Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примастившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты у бортов среди груза. Петя готов был держать пари, между прочим, пари тоже категорически запрещалось, что этот человек тайно кого-то разыскивает. Незнакомец довольно бесцеремонно переступал через спящих молдаван, он протискивался сквозь группы евреев, обедающих маслинами, он украдкой приподнимал края брезента, прикрывавшего ящики помидоров. Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щеку картузиком и уткнувшись головой в ту веревочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань. Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги. Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел. На них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими голенищами. Не было сомнения, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса. Но даже если это и было простым совпадением, то уж во всяком случае не могло быть совпадением другое обстоятельство. На руке у спящего, как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательным пальцами, Петя явственно разглядел маленький голубой якорь. Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности, но сдержался. Он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего. Усатый прошел несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузом. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя в мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку. Виноват? Спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь, ничего не понимающими заспанными глазами. А что такое? Куда? Бессмысленно бормотал он и тер кулаками щеку, на которой отпечатался коралловый рубец каната. Это был он, тот самый матрос. Петя спрятался за выступ трюма и, затаив дыхание, стал наблюдать, что будет дальше. Однако ничего особенного не произошло. Еще раз изменившись, усатый отправился дальше, а матрос перевернулся на другой бок, но уже не спал, а смотрел по сторонам с тревогой и, как показалось Пете, с какой-то нетерпеливой досадой. Что делать? Бежать к папе? Рассказать все старшему помощнику? Нет-нет. Петя хорошо запомнил поведение отца в дилежансе. Очевидно, во всем этом происшествии было нечто такое, о чем никому не надо говорить, никого не надо расспрашивать, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь. Тогда мальчик решил отыскать усатого и посмотреть, что же он делает. Он нашел его на почти пустой палубе первого класса. Тот стоял, прислонившись к спасательной лодке, туго обтянутой зашнурованным брезентом. За пароходом, все расширяясь и тая, далеко тянулась широкая, как бы масляничная, санная, хорошо разметанная дорога. Слева уже шел высокий глинистый берег Новороссии, а усатый держал в руке и украдкой рассматривал какую-то вещь. Петя незаметно подошел сзади, встал на цыпочки и увидел ее. Это была небольшая, так называемая визитного формата, фотографическая карточка матроса в полной форме, в лихо заломленной бескозырке с надписью на ленте «Князь Потемкин Таврический». Матрос был никто иной, как тот самый с якорем на руке. И тут же, в силу какого-то непонятного течения мыслей, Петя вдруг совершенно ясно понял, что именно было странного в наружности усатого. Усатый, так же, как и тот с якорем, тоже был переодет. Ветер дул свежий, попутный. Чтобы помочь машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан приказал поставить парус. Никакой праздник, никакие подарки не привели бы Петю в такой восторг, как эта безделица. Впрочем, хороша безделица сразу на одном пароходе, в одно и то же время и машина, и парус, и пакетбот, и фрегат одновременно. Я думаю, что и вы, товарищи, пришли бы в восторг, если бы вам вдруг выпало счастье прокатиться по морю на настоящем пароходе, да кроме того, еще и под настоящим парусом. Даже и в те времена парус ставили только на самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко. Теперь же этого и вовсе никогда не случается. Так что легко себе представить, как переживал это событие Петя. Разумеется, мальчик сразу же забыл и про усатого, и про беглого. Он как очарованный стоял на носу, не сводя глаз басового матроса, который довольно лениво возился возле люка, вытаскивая аккуратно сложенный парус. Петя превосходно знал, что это Кливер. Все же он подошел к старшему помощнику, помогавшему за неимением других матросов ставить парус. — Послушайте, скажите, пожалуйста, это Кливер? — Кливер довольно неприветливо ответил старший помощник. Но Петя на него ничуть не обиделся. Он прекрасно понимал, что настоящий морской волк обязательно должен быть несколько групп. Иначе что же это за моряк? Петя со сдержанной улыбкой превосходства посмотрел на пассажиров и снова несколько небрежно, как равный к равному, обратился к старшему помощнику. — А скажите, пожалуйста, какие еще бывают паруса? Кажется, грот и фок. — Мальчик, не путайся под ногами, — проговорил помощник с таким видом, будто бы у него вдруг начали болеть зубы. — Иди отсюда с Богом, иди в каюту к маме. — У меня мама умерла, — с грустной гордостью ответил Петя Грубьяну. — Мы едем с папой. Но старший помощник ничего на это не сказал, и разговор прекратился. Наконец поставили Кливер. Пароходик побежал еще быстрее, уже чувствовалось приближение к Одессе. Впереди виднелась белая коса сухого лимана. Низкая его вода была до того густой, синий, что даже отсвечивала красным. Затем показались шиферные крыши немецкой колонии Люсдорф и высокая грубая кирка с флюгером на шпиле. А уже дальше пошли дачи, сады, огороды, купальни, башни и маяки. Чем ближе к городу, тем ветер становился тише и теплей. Солнца уже совсем не было видно, только из верхушки мачты с крошечным красным колпачком флюгера светились в совершенно чистом розовом небе. Кливер убрали, стук пароходной машины звучно отдавался в скалах и обрывах берега. Вверх по мачте полз бледно-желтый топовый огонь. Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе. Он ни за что не поверил бы, если бы ему вдруг сказали, что совсем-совсем недавно, лишь сегодня утром, он чуть не плакал, прощаясь с экономией. Какая экономия? Что за экономия? Он уже забыл о ней. Она уже не существовала для него. До будущего лета. Скорее, скорее, в каюту, торопить папу, собирать вещи. Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса. Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а усатый шел прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчетливо скрипя скороходами. Он подошел к нему вплотную, наклонился и спросил не громко, но и не тихо. — Жуков? — Чего Жуков? Тихо, как бы через силу, произнес матрос, заметно побледнел и встал на ступеньки. — Сядь! — Тихо! — Сядь, я тебе говорю! Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах. Усатый нахмурился. — Спотенкина? — Здравствуй, милый! Ты бы хоть сапожки, что ли, переменил. А мы вас ждали, ждали, ждали. — Ну что скажешь, Родион Жуков? Приехали! И с этими словами Усатый крепко взял матроса за рукав. Лицо матроса исказилось. — Не трожь! — закричал он страшным голосом. — Не трожь! Рванулся и изо всех сил ткнул Усатого кулаком в грудь. — Не трожь больного человека! Морда! Рукав затрещал. — Стой! Но было поздно. Матрос вырвался и бежал по палубе, увертываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал Усатый. Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки. Они один за другим нырнули в проход машинного отделения, затем вынырнули с другой стороны, пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срывая со скользких медных ступенек. — Стой! Держи! — кричал Усатый, тяжело сопя. В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка. — Держи! Держи! Над кормой взлетели брызги. Ах! Пассажиры все, сколько их ни было, качнулись назад, будто на них спереди дунуло. Усатый метался возле борта, держась руками за лицо и хрипло кричал. — Держите, уйдет! Держите, уйдет! Старший помощник шагал вверх по трапу через три ступеньки со спасательным кругом. Человек за бортом! Пассажиры качнулись вперед, к борту, будто на них дунуло сзади. Петя притиснулся к борту. Уже довольно далеко от парохода, среди взбитого белка пены, на волне качалась, как поплавок, голова плывущего человека. Но только он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил, работая руками и ногами. Через каждые три-четыре взмаха он поворачивал назад злое, напряженное лицо. Старший помощник заметил, что человек за бортом, видать, не имеет ни малейшего желания быть спасенным. Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плывет, а до берега сравнительно недалеко. Так что все в порядке, нет никаких оснований волноваться. Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку. Это политический преступник, вы будете отвечать. Помощник флегматично пожимал плечами. Не мое дело, не имею приказаний, обратитесь к капитану. Капитан же только махнул рукой. И так опаздываем, куда там батюшка, очень нужно. Вот через полчасика пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счет у нас нет никаких инструкций. Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой стал пробираться сквозь толпу, приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были подать сходни. Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины, и, наконец, очутился у самого борта с тем, чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят. Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась на волне среди флажков, качавшихся над рыбачьими сетями и переметами. Продолжение следует...